Архимандрит Виктор. Таинство жизни. Судьбу некоторые воспринимают как приговор. Что суждено, то и будет. Ничего не изменишь. Рассуждая так, человек ставит себя в покорное положение и не пытается ничего изменить. Это рабское состояние. Желание поставить свою жизнь в зависимость от того, от чего в действительности его жизнь вовсе не зависит. Сейчас распространены астрологические интересы. И людям кажется, что их судьба зависит от движения планет, звездного мира. Многие люди надеются только на себя или на покровителя, за которым, как им кажется, можно жить очень надежно. Или надеются на физическую силу, оружие. Но это всегда кончается крахом. Промысел Божий действует в жизни человечества, независимо от того, воспринимают его люди или нет. Бог всегда нас любит, всегда с нами, всегда его покров над нами. И если человек еще не чувствует и не благодарит Бога за этот покров, то это вовсе не значит, что он его лишен. Творение не может жить без Творца, ибо само по себе силы не имеет. Неразумно надеяться на себя, на свои силы, но разумно почувствовать себя пред Богом, немощным ребенком. Ибо сила Божия совершается в немощи. Послание к Коринфянам. Мы часто не даем Богу действовать в нас. Нам кажется, что мы можем сделать что-то сами. Просим, чтобы Бог только немного помог нам. Но Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Первые христиане верили, что когда человек крестится, Христос освобождает его от власти судьбы. Первые христиане жили верою Бога, Сына Божьего, Иисуса Христа, который пришел на землю спасти человека от власти греха и смерти. В наше время мы снова должны задуматься о достоинстве человека быть Сыном Божьим и о том, живет ли человек на уровне своего достоинства, приник ли он к источнику жизни Богу и живет ли им. Верующий человек, христианин, словом «судьба» не пользуется, потому что знает, его жизнь зависит не от судьбы, а только от Бога. Внешние трудности, которые встречаются, можно преодолеть духовно, если дать Богу действовать в нашей жизни. Там, где Бог, причинно-следственные отношения упраздняются, и невозможное становится возможным. Поэтому фатальной зависимости от обстоятельств нет. Чем темнее ночь, тем ярче звезды. Наша духовная жизнь двухсторонняя. Бог всегда помогает нам, но и мы должны помогать Богу. Бог всегда с нами, Он никогда нам не изменяет, всегда нас любит. Этот человек изменяет Богу. Следовательно, человек должен трезво сказать, что причина бед в нем. В ситуации без вины виноватого мы находимся очень редко. Иногда Господь попускает нам такую ситуацию, чтобы мы не возгордились, сделал что-то хорошее. Он показывает нам, что сами по себе без Бога мы не можем жить, не имеем силы. Я как христианин воспринимаю свою жизнь только как жизнь по воле Божьей. Если я ухожу в Бога, то доверяю Ему всецело. Он творит мою жизнь, а я не должен Ему мешать, то есть своевольничать. Если я буду говорить «я хочу», «я думаю», то мои действия заведут меня в тупик. Своя воля сперва сладкая, а потом горькая. Главное для каждого из нас – соединиться с Богом. Человек может изменить обстоятельства своей жизни терпением, своим примером. Допустим, он попадает в следу, где люди ленятся, и, не ожидая их помощи, начинает сам делать то, что ему поручено, исправно и хорошо. Зная, что делает это не для людей, а для Бога, его пример может других людей, которые ведут себя неправильно, исправить. Трагические обстоятельства касаются каждого человека, потому что мы все живем в одном мире. Мы все от одного корня, от Адама. Поэтому мы не чужие друг другу, а связаны друг с другом и ответственны друг за друга. Зло вошло в мир через человека, через его неверный выбор, когда он отказался от Бога и пожелал жить своим умом, самодостаточно. Все в мире не без греха. Нехорошими мыслями, поступками, желаниями умножается зло, которое может ранить и тех, кто не творит зло, например, младенцев. Зло, накопившееся в мире, создает провоцирующий фон. Поэтому, чтобы разрешить трагические обстоятельства в жизни, надо начать с исправления себя. Иисус Христос сказал, возьми свой крест и следуй за мной. Нам кажется, что мой крест – это мой крест. На самом деле, это крест Христа, так как только Он спасает человека. На кресте Иисус Христос явил свою жертвенную любовь ко всем нам. Любовь, которая забывает себя ради другого. Мы так любить не можем. Но в наших силах попытаться переместить центр внимания на ближнего, то есть отказаться от эгоизма. И если будет в нас такая решимость, мы создадим тем самым поле свободы для Господа, и Он начнет действовать в нашей жизни. Чтобы Господь мог неограниченно действовать в нас, в мире, мы должны все попечения о нас и о мире передать Богу и не мешать Ему действовать, а самим быть послушными и преданными Ему инструментами. Это вовсе не умоление человека, а возвышение Его. Мы сильны только тогда, когда Бог в нас, когда мы все упование возложили на Него. «Отец мой, я предаю себя Тебе. Делай со мной угодное Тебе. За все, чтобы Ты не сотворил со мною, благодарю Тебя. Ко всему готов и все принимаю. Одного только жажду, Господи, чтобы совершилась воля Твоя во мне, во всех созданиях Твоих. Господи, в руки Твои предаю душу мою. С любовью от всего сердца отдаю ее Тебе, потому что я люблю Тебя. И эта безмерная любовь с бесконечным доверием отдает меня в Твои руки, ибо Ты – Отец мой».